А не съедобно? Мама, пробуй! В новом формате теперь влогхантеры А, бурейская Сушите, курите? Да! А? Шляп Ты что, с ума сошь? Нет Фу! Заяц упал Бери Отряхни Такая большая девочка Я люблю ее таскать на ручках А ты что, правда снимаешь? Куда мы едем? На ночевку Сегодня у нас будет выпуск влогхантеров Совместно с выпуском Папкиного влога Ссылка в описании Погода не очень шепчет, конечно Ребят, ставьте лайк Обязательно, на Папкин влог А мы 70 тысяч подписчиков набрали? Нет, столько не набрали Ну скоро наберем же, да? Обязательно? Чего орем? Он надоел Нельзя так про брата говорить Поздороваться никто не хочет Всем привет! Здрасте! Короче, у нас наступила осень Это с одной стороны печально Но с другой стороны У природы нет плохой погоды И сегодня мы отправляемся К моему хорошему знакомому У которого замечательное, прекрасное Самое лучшее в мире имя Евгения Соответственно, без провизии никак нельзя Поэтому жену отправили за пирожками в магазин Уже опаздываем, как обычно Сейчас собираемся и выезжаем в путь Раз уж едем в гости, то без гостинства нельзя Сейчас зайдем, возьмем большой сочный арбуз Ты знаешь, какие конфетки любят Евгении? Какие? Не, ну я-то знаю, хочу проверить Ой, быстрее, арбуз тяжелый Муки выбора Казалось бы, такая простая задача Я же весь вспотел Ума или детей Всеми этими сборами Дорога усыпляет Как узнать, записывает она или не записывает? Записывает Сережа почти спит Катя уже проснулась Ребятишки, хомячек Мы уже хомячек По-моему, хреначек Так, постоянная картина, когда мы куда-то едем Паленка с телефоном Вечно уткнутым в лобовое стекло Быстренько Разминаем ноги, руки, попы, спины Перерывчик Небольшой Нет, в машине никто не сидит Это запрещается Его больше с собой не берем И ее тоже Потому что ноете всю дорогу То одна, то второй Все здесь оставляем Выходи, Катюша, погуляешь Выходи, выходи Наша амурская национальная богатство Соя-матушка Это как горох Только не горох Видишь? Они съедобные? Мама, пробуй Скажешь нам, съедобные или нет Фу Знаешь, чем-то похожее пахнет, как этот клоп вонючка Да, 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 да Я вот тоже хочу сказать Руки Клопом вонючкой? О, папа съел Ну что? Как недозрелый горох Лишь бы не обдристаться Я думаю, вы уже поняли, что в новом формате теперь влогхантеры выходят Начнем с таких легких словечек Дальше будет пожестче Наверное Я не понимаю, в какой момент в моей семье родился этот фотограф травяной Каждая вот такая остановка, она превращается в фотосессию на полчаса Зайдите в ее инстаграм, посмотрите Старая Райчиха У вас с чем-нибудь ассоциируется название? С Райчихи? Нет? Как будто Райчиха это какая-то такая старая бабка, морщинистая, такая противная Хозяева вот этого домика, этого двора Видишь, как их устроили? Наверняка место сбора местной молодежи И мамашек с детьми Мамочки А что мамочки? Мамашки Нет Почему нет? Я не мамашка Ты-то нет, конечно Я же не про тебя Ты же здесь не собираешься с детьми Катаемся, а ну, вокруг деревни уже два раза Это школа? Да Здесь ты живешь? Здесь нет Вообще шикардос Серега? Все, так же, как и моего папу зовут Конечно, не запутайтесь Чего? Нашли прям Ай, как бывает, вот так выбивают, потом сушат Раньше только так По своей вегетационному периоду, по своей биологии А я забыл показать А мы уже сорвали тут А мы уже сорвали Так что сейчас тебе мама сварит А здесь что тебе интересно? А здесь? Кот, кот, путька А где интересно? Путька? Ну, где-то гуляет О, вот зеленое яйцо Зеленое яйцо Зеленое такое Будешь кушать? Нет Оно такой же, как все яйца Не хочу Так ты кукурузу будешь есть? Тогда я поставлю варить Нет, я сама пригласила Да я шучу Смотрите, друзья, какая школа Необычный проект Вообще Если бы не табличка на крыльце Я бы никогда не подумал, что это школа Наверное, городообразующая Эта школа Больше ничего не осталось Это здание ничейно Да, все оно Заброшенное Заброшенное А самое интересное Вот здесь, где сейчас деревья Здесь стоял мощный такой Двухэтажный дом культуры С великолепным кинозалом И все Ничего не было Вот здесь была церковь Там даже сохранился фундамент старинный Потом, когда в советское время церковь эту снесли На фундаменте была построена больница со стационаром Здесь у нас был даже роддом Лечились и рожали детей Теперь лечатся и рожают где? В Рычихинске или в Новоборинске? Вот сей крест установлен на месте разрушенного православного храма В честь святого постола, где Андрей Первоздален Скорее всего, это от больницы уже, а не от церкви Так у нас в стране любят, да, разрушить, потом строить заново Либо вообще не строить Либо не строить, как в данном случае Вот, проезжая Старую Райчику Меня поражало это село тем, что Справа был мощный такой молочный комплекс Ночью вообще светится, как отдельный город И слева Старая Райчик А от дамбы, вот этого водохранилища Шли поливальные установки Вот на полях Разбрызгивали воду Все, вот это цвело, пахло, как говорится У меня мысль такая была Если есть где коммунизм, то это, наверное, здесь, в Старой Райчике А, видимо, мысли материальные Дошли куда-то, видишь, встретил свою Светлану Алексеевну, которая меня привезла В эту Старую Райчику И видим совершенно иную картину После перестройки 91-го года Было богатейшее село Люди жили Работали А до революции вообще было все До революции здесь проживало более 2000 человек Ваша знаменитая Бурейская А, Бурейская Скоро заготовочка начнется Я знаю про Амурскую Наслышал Про Бурейскую Знаменитая была Бахинская Я не буду спрашивать, откуда ты так осведомлен А я тебе объясню Я служил в армии Служил в армии в Сковородино На пятом километре? Да И люди, когда приезжали Когда служили Со всей страны же служили И они, когда узнавали, что я амурский И так получилось, что я на пятом километре был один амурский Служил в Амурской области Наверняка блат какой-то Да нет Узнавая о том, что я амурский И тем более с Бурейского района Люди западной Украины Со Средней Азии Они спрашивали про Бахеревскую И когда они узнавали Точнее задавали вопрос А ты употребляешь? Ты что, с ума сошла? Для них это было удивительно Это как, допустим, человек Который живет среди апельсинов И не ест апельсин Вот такая ситуация То есть она известная была В то время говорили о том, что якобы Бахеревская была на втором месте После Чуйской долины А почему Бахеревская? Это что? Семен Бахеревская Я когда в Благовещенске в институте учился И у нас там на первом курсе мы вставали Представлялись кто откуда Короче, я сказал Поселок Бамовский Все такие Тактамыгда рядом находится А, тактамыгда Все, тактамыгда зона Все знают Да, есть такие Какие-то якоря На местностях Вот этот вот Кустик Это такой якорь Из-за которого Знают эти места Слышали Вообще Конечно В селе проводится работа По их уничтожению То есть их траве Это, видимо, кустик Как-то Собнел Просмотрели как-то Да И никто его не собрал Самое главное Обычный А, еще она поспеть должна? Нет Все-таки Женя Осведомлен больше Так поживи в таких местах Ну да Для чего это сделано На столбиках? Ну вот эти вот штуки Чтобы, типа, не гнило? Не гнило, да Ага Не, ну вообще Видно, что человек Занимается Да, вот у него Золотые руки Ну так вот Значит нам К нему и надо Оцинкованное Железо Оно мягкое Две дырки Бородком Кусок алюминиевой Кровы Чипок-чипок И вся проблема Семь секунд Шляпы Руки Должны расти Откуда надо, да? Да Это я потому что В свое время Хорошо пил водку А как это связано? А кто не пьет А у всех У кого золотые руки У него и глотка такая До сорока попил Навыков набрался А сейчас Как люди в деревне Вон смотрите Ёлочки Это в юный Что у вас дымится Это от комаров? Да Я весной втекал Он только вылез Шест Он попер-попер Пришлось еще добавлять А вот сейчас хочу Вот семена соберу Лумбы И налито Что типа беседки И тень Красиво Красиво И он главный До самой осени цветет Это табак, да? Да О, табак Вы выращиваете, да? Сушите, курите? Да Сигареты уже нам Это как правительство До этого Надо вам За 300 рублей Уже сделать А что, хотите попробовать? Да А я вон У меня трубочка даже лежит В машине Да Я покупаю Знаете сколько стоит? Сколько? 40 грамм 700 рублей А у нас стакан 200 А вы продаете? А сейчас нету свежего А его же как-то ферментируют, да? Да Или вы просто сушите, режете, да? Я вот нижние листы вот собрал Комнату отдыха сделала? А там раз и прилег, да? Да Зимняя мастерская Вот сейчас работать не буду Чем мне заниматься? Буду что-нибудь делать Трубочку не сидит Женя, так мы, может, до того Костика сбегаешь? Я шучу Вообще не рекомендую Осуждаю Я курю В смысле табак И вот в последнее время Немножко трубочку курю Грех не попробовать Я обычно поутру глотку продраю То сигареты Только сигареты беру Самые Черные Крепкие, да? Да Черные И пиво, наверное, это Девятку, да? Нет, я же не пиваю Не делайте так никогда Не курите И не пейте За мусор плачешь? Ты здесь и там платишь? Да Я же прописан там Так дома-то нету Ты же видел Там нету ничего Ну я его разобрал А за мусор плачу и там, и здесь Две квитанции Тогда же говорили Надо по факту Вот, Ира Мусор не выкидывает с магазина Все разбирает Я увожу там Что сжигать Коробки Это все Ни разу, говорит, не выкинуло В контейнер 1200 в месяц Или нас вот двое Не мусорим А почему с квадратуры Стали брать А не с человека Кто мусорит? Квадрат или человек? Ну, видимо, квадрат Получается Получается так Ну, у них все получается А там вообще квадратов нету А там уже ничего нет В школе было собрание И я, как депутат, спросил Ну, так решили Оператору будет невыгодно Людей-то нету А квадраты есть Вон бабку Райку Кузьмину возьми У нее точно такой же дом Там все по одному Квадраты у некоторых и побольше По квадратам-то им выгоднее Я сам потом обсчитал Так там, получается, такие суммы Вот на нашей улице Вот Уже и улицы не назовем Нет, уже 16 человек живет Вот там Все Устой ящик Так стоит Раскладывает свою закидалку Как она называется? Бомб А нахрена ты? Ну, тут и за месяц не накопится Так мы же под этим ГЛОНАСС или как оно? Куда заехал? И зачем заехал? Сколько простоял? Да, может, ты не ездил где-нибудь Пропьянцев в городе Чего смеяться? Двое Юмасов и нас двое Все Ну, у нас же это просто дурь Ну, вы вот всю жизнь живете У вас желания не было уехать отсюда? Ну, вот когда в молодости было Я уехал А почему вы вернулись? Вот жизнь перестроим По-ну-ну-ну Приехал к матери в отпуск Мать, да возвращайтесь Тут такие мне золотые гор наобещали Но никто ж не знал Вот по генплану ты будешь жить На твою Вот прям тут рядом Будут строить Коттеж с двухуровневой Так столько наобещали А тут Ельцин Вылез откуда? А? Будут жить только жулики Колхоз, да? А потом куда возвращаться? Туда уже тоже Это был дом У нас баня была Соходная Вот, наверное, еще блоки валяются Вот, на Сибирзону построили Ну, мы сегодня проезжали Ну, а здесь кто-нибудь собирается вообще? Здесь просто такое место Пустырь, прям Пустырь, да Вот, в любом деле Место такое Ну, это кто? Деньги выделили А это вот Грант Часть в Гранте По развитию сел Ну, вот катались Мы катались С Женей Незаметно наступила ночь Ехали к дому Сейчас за стол садиться Короче Пол третьего ночи Мы с Женей только наобщались Блин, классно Тем много интересных Обсудили Все, всем спокойной ночи До завтра Всем доброе утро Вчера вечером, конечно За храброй водой Было много разговоров Но снимать такое И выкладывать Я решил, что не очень хорошо Чтобы никого не дискредитировать Не фармировать Да Мы определили план на сегодняшний день Вот сейчас подъезжаем К фермерскому хозяйству Довольно интересная история Виктория приехала сюда На Дальний Восток Вот за этим вот Мужчиной замечательным Если б я был женщиной Я бы тоже за ним Да, я бы тоже поехал Давайте, подготовитесь Да, с женщинами Всегда непросто Чтобы сразу С наскоку Так не получится Хоть не это Хоть шест не выдали С шестом прыгать Так вот Женя говорит Раньше плита вот эта лежала Тут сейчас канаву Расширяли И убрали плиту И идем в школу Школу построили По молдавскому проверку Что, собственно, и заинтересовало Третий этаж Этот Он на самом деле Не третий этаж Молдавский вариант Сразу объясняю Вот эти вот Все Постройки Вот такая Вторая стена Вторая стена Это все наши Ага То есть Советский кирпич Молдавский вариант В чем замечался В том, чтобы здесь Вылезти для того Вот это все Это уже было тресной Вот То есть Ходите в школу Тетя на стену Без учета климата, да, наверное Справедливости ради Надо сказать Светло, конечно Классно Что такое эхо Он, наверное, на переменах Тут, когда Дети носятся Оооо Кул стоит Да, снаружи смотришь Думаешь, что там На третьем этаже Что-то находится Глобусы Географ глобус не пропил Сам его забрел Магнитом доску Чтобы, так сказать Карты не мешали Я пишу, да Допустим Тосканок Сюда будет Солбон Это я вот Сварил Так Кого я здесь знаю Колумб знаю Марка Павлов Знаю Вас, Кадагама знаю Наших местных нету Невельского нету А вот такого Еще пока нет Извините Надо выделить Где-нибудь Мы ехали сюда Я был твердо уверен Что Женя Директор школы А он Сложил с себя Полномочия Вот сейчас По старой понятии Что сказать Шикарник или нет Вот здесь Я 22 года Риктор Уходил в школы Вызывал на ковер Двоечников Очень шикарный Балковчик Ой, свежок Вышел Покурил Да? Не раскрываем Секретов А что эти Рюкзаки Чьи-то А, это Подарочные А звонок Можно позвонить Сейчас Все же мечтали Позвонить Звонок На перемену Ух ты Блин Так это же Любой может Подбежать Блин Ну так Неинтересно Слушай Это здесь Кто-то дежурил Постоянно Шалопай Любой Подбежал Тынь Тем более Еще низко Так Персонал Зурнал Посвящения Все Руководитель Физвоспитания Ну да С этим проблемой Никуда не денешься Женя говорит Что в последние годы На ремонт школ Не выделяется Ни копейки Причем Не только у нас Здесь В Мужской области Это печально Школы крутятся Сами как могут Первое место Второе место У нас Жигарный Спортзол Но Кстати Попасть не могу Потому что Ключи Ага Завус Завус Восьмикратный Чемпион района Шитович Сельская школа Согласитесь Это еще не было Это вот 17-18 И еще не училась И так далее Как здесь красят Потолок Охренеть Это проблема Друзья Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Спасибо Это махина Евгений сказал Что вы Человек С очень удивительной Судьбой И с очень Интересной Историей Жизненной И в первую очередь За счет того Что вы Сами Из Москвы И как-то Вот оказались Здесь Познакомилась С мужем Он мне там Служил В армии Познакомились Встречались Когда демилизовался Он пожил У нас Ну с моими родителями И потом Ему надо Все равно Домой ехать Он уехал И решилась Страшновато было Тем более С Москвы Ехать Неизвестность Но я сперва Поехала Посмотреть Куда мне ехать Нет Надаль Этому В Казахстан Работала Конечно В военном городке Муж Военном совхозе Мы привыкли все Жить В национальности Все вместе А там пошел уже Раздел Ты русский Ты казах Ты немец И все старались Как бы куда-то уехать Переехали оттуда Именно из-за национализма Да? Вот это Там пошли Уже Изнасилование Вот такое Или вот Даже приезжаешь В Фаламату Или в Бишкек Ну вот Магазин Так Приедешь Он-то понимает Нет Я просто Чувствую Что они Говорят Что-то Нехорошее Уже Или Даже Придешь В магазин А тебя нет Они не слышат Повернутся И уйдут Хотя Вот мы Жили в военном городке И военном сокозе У нас сборная солянка Людей была У нас не было такого А вот именно Кто приезжал Из заседних поселков Вот такое творили Мы бы не уехали бы Наверное С Казахстана Но То что Вот такой вот Перепел Пошел И муж Решился поехать На Дальний Восток Посмотреть Вот мы сюда приехали Здесь сестра С мужем служили Они нас сюда Позвали И он поехал С мамой На Дальний Восток Посмотреть Куда Куда ехать Приехал Говорит Все Мы уезжаем Почему Что здесь понравилось Ну не знаю Мне кажется Зелень Простор Такой В Казахстане Как бы степи Немножко Даже Когда я домой летала В Москву С Казахстана Я вылюбовалась Зеленью Когда я сюда приехала С Казахстана Даже Не буду сравнить В Москву Мне так тяжело Было Первые дня Три проплакала Потому что Куда я приехала Дом черный Все черное И люди В то время Тоже Муж у меня фемер Получается А я Рабочая Держим коров Ну Кони у нас личные Для нас Как бы Для себя Держим А кому мы там Теперь нужны Там у всех У каждой Своя жизнь Приезжаешь Погостил Немножко И думаешь Господи Я бы уже Дома бы на огороде Поработала Коров подоела А здесь Сидишь В комнате Ничего не можешь Сделать Некуда Себя делать Бывает иногда Что хочется Куда-нибудь Сейчас у меня хорошо А может быть Тогда Как оно повелось бы Коля Таня Зная о том Что у нас в Москве Они упреки Тебе не делают Такие что Мама Если бы ты жила в Москве Мы бы жили тоже Многие лет Нет Ни разу Коля оборот Я говорю Коль может в Москву Нужна она мне Не хочет Дочка Как бы Как-то Говорит Мама Может быть лучше В Питер Не в Москву Вот так вот Проезда Приехать Погостить Несколько дней Можно А вот Чтобы там Жить Они наверное Я не знаю Смогут или нет Расскажите Про свое вид Да Кстати У тебя очень интересно Викторина Это меня бабушка Моя назвала Ефросинья Петровна Это Моего папа Мама Она сказала Это Викторина Хотела она не Виктория Не Вика А Викторина Особенно По особенному Чтобы она учиталась А у меня теперь Две проблемы Получая права Или какие-то документы Делаешь Компьютеру Не выдает Слово Викторина А я раньше Не обращала Как-то на это внимание Там написано Виктория А теперь Мне это Теперь все Переделывать Ну что Вставили Да Это чего Такой Агрегат Здоровый Вот он А вот это Что за штука Это пресс-подборщик Все на рулонах Загадка Как эти рулоны Делаются Я к слову В технике Не особо Разбираюсь Меня привлекают Вот такие аппараты Я не про банков Интересная кабина Наверное Для обтекаемости На скорости Когда хреначит Чтобы сопротивление Ветру было меньше Аппарат Для чего он Кто знает Скажите Ну наверное Это Даже не знаю Наверное Типа комбайн Тут Из этого Аппарат Еще тоже Енисей Пока Отсюда Не грохнусь Я же Не успокоюсь Здорово Мужики Что к груши Да Сбиваете Большие Нет вообще Вырастают Не вижу Опа Ладно Не отвлекаю Думал угостить Игруши Напросился Спасибо Попрошай Напишите Ох Пахнет Кстати Девчон Перед дворей Проезжай Вот дорога Я 12 лет Депутатом Вяжет рот Сладковатая Для того Чтобы Грызть Эту сладкую Грушу Нужны Хорошие Зубы Мне С этим Повезло Ведь Мои Друзья Центр Эстетической Стоматологии Аврора И вам Я советую С ними Подружиться Назвав При обращении Промокод Флокхантеры Вы получите Существенную Скидку Ссылка В описании Опах Червивая Главное Я его Не он Меня Что Катюш В деревне Остаемся Жить Уже Нет А почему Потому что У меня Вещи Дома Памятная встреча Через 78 лет Одна из братских Могил Читы Стала местом Поклонения Семьи Сутуриных Из Благовещенска Амурской области В 2025 году Должна была Состояться Конференция Краеведческая В городе Нерчинск Мы с супругой Решили так Что Сделаем Круиз По местам Которые связаны Именно с моей Так сказать Родовой линией В городе Чита Был сохранен Дед Вот В братской Могиле Получилось так Что До Моего приезда Никто Никогда Не посещал Этой могил В Бурятии Есть такой поселок Мухур-Шибирь Который является Ну Родовым гнездом Нашего Так сказать Нашей фамилии Там же Мухур-Шибирь Родился мой дед Впоследствии Мой дед Перебрался В Амурскую область В июле 1941 года Был призван За счастье Родину И он попал В танковые войска В 1943 году Он участвовал В знаменитом Прохоровском сражении На Курской дуге Там его танк Был подбит Двое Человек погибли И двое Были тяжело раненые Он и механик-водитель А мой дед Был командиром танка Кстати Вот этот механик-водитель Он оказался земляком Моего деда С Дамбуков Зейского района Он остался жив И поэтому Вся история Про моего деда Она была Известна нам Со слов Именно этого земляка Я как сейчас Помню только Единственное имя Его Александр Фамилия Не знаю Вот он рассказал Как погиб Мой дед То есть Он получил Множество Всяких Ранений Осколочных В течение Многих Месяцев До декабря 43-го года Он был Так сказать По Различным Госпиталям Приправлен И в итоге В декабре 43-го года Его отправили На санитарном Поезде В Читу В Чите У нас Было Очень много Госпиталей Которые Принимали Тяжело Раненых Либо Безнадежных Бойцов И не доезжая От Читы Мой дед Умер Он был Похоронен В братской Могиле Я как Внук Решил Что Необходимо Посетить Эту Могилу Отдать Дань Уважения Это была У меня Навязчивая Идея Наверное Все-таки Вместе С супругой Отправился В город Читу Где мне Очень сильно Помогли В плане Находки Этого Захоронения Читинский Военкомат Галина Вениаминовна Которая Нас встретила Привезла Туда И мы Так сказать Оказались Именно на этом месте Где был Захоронен Мой дед Прошло 78 лет С момента Захоронения Моего деда Но тем не менее Чувства Были Неописуемые Я чувствовал Какую-то Все-таки Родственную связь Меня действительно Очень Проникли Такие чувства Родства Крови Что ли Я возложил цветы На могилу деда Поклонился Поговорил с ним Все то Что известно Или неизвестно Про Великую Отечественную войну Мы должны передавать Это своим детям Своим внукам Чтобы они Помнили о том Что деды Прадеды Вот Встали На защиту Наше Отечество Они не пожили Жизни Ради того Чтобы мы Жили В мире Под этим светлым Голубым небом Закон подлости Записали интервью В доме Потому что Полгода было Ну дождь шел Вышли И вот такая вот Прекрасная Я говорю Закон подлости Да Ребята поезжать Не хочет Не хочет Поезжать На следующие выходные Приезжали Деревня Свобода Правда Прощаемся Для кадра Спасибо за все Ждем тоже вас С ответным визитом После старой Райчики Решили заехать Еще в Райчихин Мы услышали Просто тут Что такое местечко Здесь сделали Пляжик небольшой С такой качелькой Прикольно Классно Классно Что появляются Такие места Блин интересно Так получается Что эти качели Они звучат Как будто чайки Пищат И надпись Время взлетать Будешь качаться Даже не знаю А стой Такой дядечка Большой Ехар Ехар Продолжение следует...